Всем привет, дамы и господа, господа и дамы, на связи, как обычно, с вами Бучара, а я, как видите, переехал на новое место и теперь буду вещать с новым фоном, да. Это видео снова будет посвящено криптоарту, знаю, наверное, это уже вмозолит вам уши, но тем не менее, если вам эта тема интересна и вам интересно больше посмотреть про это видео, заходите на мой канал, подписывайтесь и также можете посмотреть мои другие видео об этом. И сегодня мы сравним такие вещи, как 3D-стоки и криптоарты, и сравним, где выгоднее все-таки размещать свои модели, арты и так далее, и, соответственно, придем к какому-то консенсусу, выводу, куда нужно и в какую сторону идти. Начинаем? Окей, окей, давайте начнем с того, что 3D-стоки существует уже бог знает сколько на самом деле. Собственно, какие фото-стоки, и, соответственно, это все уже давно, на самом деле, морально устарело, и выставляться туда могут не все. То есть, если это фото-стоки, условно, туда могут выставляться только фотографы и, соответственно, там, какие-то иллюстраторы еще. Соответственно, если это 3D-стоки, вы выставляете туда свои 3D-модели, там, с ригингом, с киннингом, с текстурами, анимацией и так далее. И, соответственно, если человек покупает эту модель, он может ее использовать в коммерции, то есть вы продаете свое авторское право. То есть покупают обычно такие модели не для того, чтобы поглазеть на них и просто покрутить, повертеть, а покупают, когда это действительно куда-то нужно впихнуть. Будь это видео, реклама, анимация, игры, либо еще что-нибудь. Но если сейчас рассматривать крипто-арт, то тут дело немножечко обстоит иначе. Итак, что это значит? На крипто-площадке мы можем выставлять свои арты, свои творения, да, мы можем к этому прикрепить свои модели и просто давать им людям пользоваться ими. Но тут есть такой интересный нюанс, что вы не продаете авторского права, то есть, соответственно, покупатель вашей работы не может использовать это где-либо в рекламных кампаниях, играх, либо фильмах. И это очень здорово, потому что для художника очень важно, чтобы авторство оставалось именно за ним. И, соответственно, без его ведома эта работа вот просто нигде не использовалась. Собственно, если это кому-то надо, он купит это отдельно, если договориться с коллекционером, который это купит. И у вас, наверное, появится вот такой вот закономерный вопрос. Так почему же, когда человек покупает на тех же 3D-стоках за более меньшую цену, он имеет право распоряжаться этой моделью как хочет? То есть, он имеет авторство этой модели, а покупая NFT-токен, тот же крипто-арт, который продается на Rarible, SuperRare, Nefty Gateway и других крипто-площадках, он отдает какую-то просто бешеную цену просто за то, чтобы эта работа у него лежалась, пылилась, хранилась, и он смотрел на нее? И такой, просто попивая венцой, прикуривая сигаретку, такой говорил, класс, вот это работа, я владею ей. Вот, вы, наверное, сейчас будете смеяться, но это на самом деле так и происходит. Эти работы художников арты покупают не для того, чтобы где-то использовать в продакшене, их покупают для того, чтобы наслаждаться ими. И по большей части, это люди, у которых действительно есть деньги. Ведь, конечно, и те люди, которые знают, как перепродать эти работы дорого, такими людьми называют барыгами, они реально, как бы, всучивают какие-то работы другим людям, коллекционерам за какой-то бешеный прайс, и они с этого имеют хороший процент. Ну, как процент? Они с этого имеют выручку, а процент, royalties, имеют от этого художники, которые нарисовали работу. То есть, в этом нет ничего плохого. Условно, художник выставил свою работу за один эфириум, это примерно на наши деньги сейчас 1600 с мелочью долларов. И, тем не менее, эту работу нашел какой-то чувак, давайте назвать его коллекционер, он купил эту работу, она у него есть за 1600 баксов в кармане. Он, допустим, увидел в этом человеке какой-то потенциал, либо он понимает, как можно продать эту работу. Он ее может хранить до тех пор, пока он не поймет, когда нужно эту работу продать. Возможно, спустя время он находит какого-то коллекционера, который собирает именно те работы, которые он недавно купил за один эфириум, ну, вот этого вот художника. И он может эту работу предложить ему купить, допустим, за, там, полтора эфириума, два эфириума, три, четыре, ну, сколько угодно. Главное знать, как продавать. И тут, наверное, опять появляется закономерный вопрос. Так, история о покупках же видна, за сколько этот человек купил у художника работу за один эфириум? Почему он не продаст эту работу, допустим, за те же деньги, либо, там, с минимальной наценкой? Почему сразу два раза дороже в три, четыре, пять, десять? Я отвечу вам на этот вопрос, потому что есть люди, готовые покупать какие-либо вещи за любые деньги. Возможно, он просто захотел купить работу именно этого автора, именно этого художника, потому что он, допустим, со ста подписчиков в инстаграме, там, взлетел до миллиона каким-то образом. А эта работа, вот именно вот эта работа за один эфириум, купленная, там, полгода назад, она сейчас стоит реально, как бы, десять эфириумов, пятнадцать, двадцать, тридцать, неважно. То есть коллекционер хочет просто купить вещь от определенного человека, и все. Либо это просто капец, какая уникальная работа, и он реально хочет ее. И просто вот не видит никаких аналогов вот этой работе, и это здорово. Ведь, Сэм, подумайте, что цифровое искусство, это сейчас то же самое, что и физическое искусство, физические арты на холстах и прочих всяких бумажках и так далее. Просто оно продается в цифровом виде, с помощью цифровых инструментов, ведь это то же самое, что и кисточка. Потому что многие говорят, что все, что нарисовано на компьютере, это нарисовано на компьютере, и, соответственно, это не искусство. Какое это искусство? Ведь компьютер это всего лишь инструмент для самовыражения, а следовательно, это тоже искусство. И плюс ко всему, я сейчас в твиттере очень часто зависаю. Вот, кстати говоря, вот, смотрите, вот тут мой твиттер, ссылочка есть в описании, подписывайтесь на него, и я буду тоже вас половить взамен, и, там, лайкать, репостить ваши работы иногда, и вы мои тоже. Кстати говоря, это твиттерская комьюнити так и работает, вы репостите работы друг друга, и, соответственно, коллекционеры находят ваши арты. а вернее арты находят ваших коллекционеров о как блин что-то сейчас перепрыгнул совершенно другую тему и я забыл о чем говорил три минуты назад ну ладно ладно давайте сейчас немножечко поговорим про авторское право и как она все-таки определяется почему нельзя просто допустим скачать ту же картинку сохранить ее в папочку типа крипто арты и наслаждаться этой картинкой там у себя в галереи делать а блин я вспомнил о чем я говорил многие коллекционеры жалуются на то что они реально раньше скупали какие-то картины и этих картин у них достаточно много но понимаете настоящие коллекционеры чтобы владеть каким-то искусством у них есть под это специальное помещение под арты и это все занимает место допустим чтобы встретиться с друзьями их нужно пригласить там определенное место чтобы показать картины и так далее они полюбовались этим понимаете хоть и арты физическом виде это круто но они реально сейчас изъявляют желание на то чтобы усовершенствовали цифровые галереи то есть когда они надевали очки виртуальной реальности они могли походить по этой галереи рассмотреть цифровые рисунки которые они купили у определенных художников а прикиньте это же не просто арт он может быть анимирован он может быть любого размера которого только захотят и в этом плане цифровое искусство гораздо круче физического потому что это не занимает пространство и плюс есть большие возможности для большей самореализации у художников именно поэтому крипто арт это круто давайте сейчас еще немножечко затронем тему про авторство ведь кто-то же прямо сейчас подумает что можно же просто зайти на страничку к этому художнику нажать правой кнопкой мыши сохранить рисунок и все дело с концами ты можешь любоваться этой картинкой сколько влезет да могу я прямо сейчас могу открыть google и вбить монолиза и скачать эту картинку себе на рабочий стол но какая от этого ценность какая от этого ценность когда у этого нет ценности таким успехом я могу сейчас google и вбить 100 долларов и сделать таких копий миллион но какой от этого толк если в этом нет никакой ценности я не могу прочувствовать эти деньги которые есть у меня на рабочем столе и в этом нет никакого смысла и вы от этого никак не получите никакого наслаждения от того что вы просто скачали картинку вот то ли другое дело если бы на купюре в один тот же доллар сам илон маск допустим оставил автограф и нарисовал человечка и даже пусть бы он продал это там не за 10 эфириумов не за 10 биткоинов и даже не за 1 доллар а просто типа за 0 1 цент и подарил бы эту купюру тебе лично в руки допустим у тебя есть доказательства того что это сделал действительно он пересмотрите сейчас внимательно ловкость рук и никакого мошенничества я беру эту купюру выставляю на аукцион с подписью чья это роспись и я думаю что многие будут знать подписи лана маска кто действительно там фанатеет от него либо еще что-нибудь и какой-то чувак с деньгами допустим какой-то коллекционер который коллекционирует деньги дали на деньги него есть куча купюр разных номиналов но в чем предположим ценностью этих работ допустим у него на каждой купюре есть реальные автографы именитых личности либо там на каждой купюре есть какой-то брак заводской которого нет ни на других любых купюрах таким образом чтобы пополнить свою коллекцию его очень круто было бы купить вот вот эту вот 1 долларовую купюру где расписался сам илон маск и что-то мне подсказывает он бы за это заплатил очень большие деньги чтобы получить это я не думаю что такой человек один на земле вот я например тоже своего рода коллекционеры и коллекционирую пивные крышечки вы чё думаете я сейчас шучу да ни хрена сейчас покажу вот смотрите у меня тоже есть крышечки тут но типа их не так уж конечно много но тем не менее суть заключается в том что я тоже коллекционирую но я не коллекционирую просто так крышечки то есть я коллекционирую крышечки которые выпивают именно самостоятельно то есть то есть понимаете я конечно не алкоголик но тем не менее мне просто по приколу собирать какую-то вот такую вот фигню и таких крышечек минске у меня просто навалом но типа у каждого свои заскоки так что надеюсь на понимание а теперь возвращаясь к 3d стоком допустим я создал 3d модель той же 1 долларовой купюры сфотографировал вот эту вот купюру где расписался илон маск натянул эту купюру на 3d модели этой 1 долларовые купюры как сложно господи и выставил бы на 3d сток за 1 доллар внимание вопрос какой человек несмотря на состояние в его кошельке купит вот это вот 1 долларовую купюру с текстурой где расписался сам илон маск купит больше чем за предложенную цену ну допустим за 10 баксов там не знаю за миллион рублей кто да никто потому что в это нет никакой ценности кроме трудозатрат автора который оценил эту работу в один доллар вы не покупаете подпись автора вы покупаете техническую модель просто бездушную техническую модель где вы можете использовать просто где угодно там допустим своих каких-нибудь рекламных кампаниях либо в играх фильмах мультиках и так далее но когда вы покупаете что-то на крипто площадке и вы покупаете ту же 1 долларовую купюру где расписался сам илон маски и это копия продается всего в одном экземпляре и сам автор говорит что вышлет эту самую купюру у победителю акциона то соответственно в этом уже есть реальная ценность и поэтому это покупает так дорого друзья я надеюсь что я понятным языком объяснить для вас что такое крита арты и в чем его ценности и главное различие от 3d стоков поэтому ребят лучшей вашей поддержкой будет эта подписка на канал и лайкнуть видео чтобы она продвигалась больше в рекомендации в общем вливайтесь в эту движуху а с вами был бучара всем покеда